Издательство Эксмо. Смелость не нравится. Ичиро Кишими, Фумитаки Кога. На окраине тысячелетнего города жил философ, который учил, что мир прост и что счастье каждого находится в пределах мгновенной досягаемости. Молодой человек, недовольный своей жизнью, отправился к философу, чтобы разобраться в сути вопроса. Этот юноша рассматривал мир как клубок противоречий, и, по его мнению, любая концепция счастья была совершенно абсурдной. Введение. Я хочу снова спросить тебя, ты действительно веришь, что мир во всех отношениях простое место? Да, этот мир поразительно прост, как и сама жизнь. Это твой идеалистический аргумент или реалистичная теория? Я имею в виду, ты утверждаешь, что любые жизненные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, тоже очень просты? Разумеется. Хорошо, тогда позволь объяснить, почему я сегодня пришел к тебе. Прежде всего, я собираюсь спорить с тобой, пока хватит терпения, а потом, по возможности, убедить тебя отречься от твоих взглядов. Ха-ха. Мне хорошо известна твоя репутация. Тебя называют эксцентричным философом, чьи поучения и аргументы трудно игнорировать. Они состоят в том, что люди способны меняться, мир устроен просто и каждый может быть счастлив. Вот что я слышал, но я считаю такие взгляды совершенно неприемлемыми, поэтому хочу прояснить кое-что для себя. Если я обнаружу, что ты говоришь полную ерунду, то укажу на это и поправлю тебя. Ты находишь это досадным или неприятным? Нет. Я только приветствую такую возможность. Я давно хотел выслушать молодого человека вроде тебя и узнать от него как можно больше нового. Спасибо. Я не собираюсь с порога отвергать твои взгляды. Я тщательно обдумаю их, а потом рассмотрю иные варианты. Мир поразительно прост, как и сама жизнь. Если в этом тезисе есть хоть крупица истины, то это точка зрения ребенка. У детей нет обязанностей, вроде необходимости платить налоги или ходить на работу. Общество и родители защищают их, и они могут беззаботно проводить свои дни. Им не нужно сталкиваться с суровой действительностью, они живут с завязанными глазами и всем довольны. Поэтому для них мир очень прост. Но по мере того, как ребенок взрослеет, мир открывает свою истинную природу. Рано или поздно дети узнают, как на самом деле устроен мир и что им в нем позволено. Их мнение неизбежно меняется, и они понимают, что их надежды неисполнимы. Романтические взгляды исчезают, и на смену им приходит жесткий реализм. Понимаю. Это интересная точка зрения. Но это еще не все. Повзрослев, ребенок запутывается в сложных отношениях между людьми и сталкивается с различными обязанностями, возлагаемыми на него. Такой становится его жизнь на работе, дома и в любой общественной роли. Не стоит и говорить, что он осознает многочисленные проблемы общества, которых не понимает в детстве, включая дискриминацию, войны и неравенство, и не в состоянии игнорировать их. Разве я не прав? Мне кажется, это превосходное рассуждение. Продолжай, пожалуйста. Если бы мы по-прежнему жили в то время, когда религия владела умами людей, идея спасения могла бы стать альтернативой, поскольку учения о божественном имели бы для нас огромное значение. Нам нужно было бы лишь повиноваться указаниям высшей силы и почти ни о чем не думать. Но религия утратила свою власть, и теперь нет настоящей веры в Бога. Когда людям не на что опереться, они преисполнены тревог и сомнений, каждый живет ради себя. Так устроено современное общество. Поэтому я прошу тебя объяснить, с учетом реальных обстоятельств, о которых я упоминал, как ты можешь по-прежнему говорить, что мир устроен очень просто. Мое мнение остается неизменным. Мир прост, как и сама жизнь. Но почему? Каждый может убедиться, что мир — это хаотичная масса противоречий. Это не потому, что мир сложный. Ты делаешь его сложным. Я? Никто из нас не живет в объективном мире. Наш мир субъективен, и мы сами наделяем его смыслом. Мир, который видишь ты, отличается от моего мира. Невозможно поделиться своим миром с кем-то еще. Как это может быть? Мы с тобой живем в одной и той же стране, в одно и то же время, и видим одинаковые вещи, не так ли? Сдается мне, ты довольно молод. Приходилось ли тебе пить свежую воду из колодца? Колодецную воду? Это было довольно давно, но в деревенском доме моей матери был колодец. Я помню, как наслаждался его свежей холодной водой в жаркий летний день. Возможно, тебе известно, что колодезная вода круглый год сохраняет почти одинаковую температуру — около 18 градусов. Это объективный показатель. Он остается неизменным. Но когда ты пьешь колодезную воду летом, она кажется холодной, а зимой — теплой. Хотя вода одна и та же, и ее температура не меняется, ощущение зависит от времени года. Значит, это иллюзия, вызванная изменениями во внешней среде. Нет, это не иллюзия. Видишь ли, для тебя в момент питья прохлада или тепло колодезной воды — неопровержимый факт. Вот что значит жить в субъективном мире. И у тебя нет спасения от собственной субъективности. Сейчас мир кажется тебе сложным и загадочным, но если ты изменишься, то он станет более простым. Суть не в том, каков этот мир, а в тебе самом. Во мне самом? Верно. Ты как будто смотришь на мир через солнечные очки, поэтому все вокруг, естественно, выглядит темным. Но вместо скорби о мировой тьме ты можешь просто снять очки. Вероятно, мир покажется тебе ужасно ярким, и ты непроизвольно закроешь глаза. Может быть, тебе захочется снова надеть очки, но сможешь ли ты хоть раз снять их? Сможешь ли увидеть этот мир, как он есть? Хватит ли тебе смелости? Смелости? Да. Это вопрос личного мужества. Ну, ладно. У меня масса возражений, но к ним лучше перейти потом. Я хотел бы уточнить твое суждение о том, что люди способны меняться. Это верно? Разумеется. Люди способны меняться и могут обрести счастье. Все без исключения. Никаких исключений. Ха-ха. Ну, теперь ты точно заливаешь. Это становится интересным, и я собираюсь поспорить с тобой. Я не буду убегать или что-то скрывать от тебя. Давай подробно обсудим это. Значит, ты настаиваешь, что люди не могут меняться? Верно. Не могут. Я и сам страдаю от того, что не могу измениться. Но тебе бы этого хотелось. Естественно. Если бы я смог измениться и начать жизнь сначала, то с радостью опустился бы перед тобой на колени. Но может оказаться, что тебе придется преклониться предо мной. Ты напоминаешь меня самого во времена моего студенчества. Я был пылким юношей в поисках истины, бродил повсюду и обращался к философам. Да, я нахожусь в поисках истины. Той истины, которая объясняет жизнь. Я никогда не ощущал потребности заводить учеников. И прежде этого не делал. Тем не менее, с тех пор, как я начал изучать греческих философов, а потом познакомился с другой философией, я жду случая побеседовать с молодым человеком вроде тебя. Другая философия? Что это такое? Мой рабочий кабинет рядом. Заходи. Ночь будет долгой, так что я заварю нам кофе. Продолжение следует...